для чего нужен монитор соотношением сторон 32 на 9 как его настроить и что потребуется для корректной работы разберемся в этом ролике если площади одного стандартного монитора соотношением сторон 16 на 9 уже маловато продажи можно найти мониторы 32 на 9 их еще называют ультра white у мониторов с таким соотношением при диагонали 48 дюймов ширина получается почти метр двадцать то есть 132 на 9 как бы содержит себе два монитора 16 на 9 однако стоит заранее прикинуть как коробку таких размеров перенести распаковать извлечь монитор и установить на подставку в одиночку с этим справиться сложно поэтому помощь не повредит при первом включении можно обнаружить что разрешение какое-то странное а изображение и ярлыки немного растянуты возможно поможет обновление драйвера видеокарты но ничего не изменилось в мониторах 32 на 9 разрешение обычно 5120 на 1440 и не все карточки поддерживают его попробуем заменить адаптер видеокарт у нас много меняем о уже лучше но разрешение определилась как 3840 на 1080 и визуально что-то не так а что если поменять кабель точно для ультра широкого монитора и большого разрешения нужен hdmi не ниже версии 2.1 либо любой дисплей порт меняем опять ничего не изменилось а все потому что в настройках нужное разрешение появилось но не применилось windows считает пропорции ультравайт экрана слишком специфичными и устанавливает разрешение 3840 на 1080 по умолчанию поэтому нужное разрешение придется выбрать вручную вот теперь с пропорциями и изображением все в порядке настолько широкий экран не привычен а с другой стороны монитор впечатляет своей необыкновенностью и масштабом как говорится есть на что посмотреть и что показать но как навести порядок и организовать пространство чтобы заставить окно занять половину или четверть экрана достаточно схватить курсором его заголовок и потащить к боковой рамки или угол или переместить окно курсорными клавишами при зажатой кнопке win окно прилипнет к одной части экрана а для второй части нужно мышкой выбрать еще одно окно из уже открытых получилось два экрана или как бы два монитора в одном но кстати два физических монитора функциональнее чем один ультра широкий у него всего четыре угла по которым можно быстро раскидать окна приложений у двух мониторов их два раза больше однако у двух мониторов посередине мешается рамка или даже щель впрочем организация окон не так уж критично ведь ультра широкие мониторы позиционируются как игровые хорошее время отклика и широкий обзор с полным погружением то что нужно для игр но не все так гладко из-за нестандартного разрешения не все производители оптимизируют свои игры и приложения под такое соотношение сторон и поэтому по бокам могут быть артефакты искажения или искривления в общем то чего быть не должно но это в плохо оптимизированных и мало бюджетных играх в более-менее современных такое разрешение поддерживается и работает хорошо однако нет нет да и встретишь какую-то особенность то меню игры не на весь экран то часть фона отсутствует то внутриигровое видео формата 16 на 9 хотя сама игра на полный и вроде все хорошо но с непривычки такой широкий экран как будто неудобен и многое зависит от игры часто растягивается весь интерфейс информация о здоровье оставшихся патронах мини карта все это разлетается по самым краям и как бы выпадает из поля зрения придется попривыкнуть размять шею и все-таки покрутить головой чтобы разглядеть все некоторые тайтлы рассчитаны на ультра широкие мониторы и размещают игровой интерфейс в поле зрения игрока хотя и выдают игровую картинку во весь экран лучше заранее изучить примеры геймплея в ультра широком режиме 32 на 9 для конкретных игр чтобы не было сюрпризов есть моменты и по цветопередаче таких мониторов почти во всех моделях с подобным соотношением стоят и и матрицы это не минус просто именно в нашем мониторе она довольно блеклая и ненасыщенная в сравнении с другой веи матрицей разница очевидна не говоря уже о сравнении с очными айпес и qled экранами ультравайды можно встретить и с айпес экранами или даже qled но это довольно редкое явление на рынке но если от игр вернуться к работе то возвращается и вопрос про два монитора вместо ультра широкого чтобы два монитора выглядели эстетично они должны быть одинаковыми одной модели или как минимум с тем же соотношением сторон диагональю и цветом корпуса такая конфигурация очень популярна у тех пользователей кому одного монитора мало ведь это большой выбор различных моделей с разным разрешением технология матрицы и так далее но все же два монитора не дают эффекта погружения в играх ведь игра будет запускаться только на одном из них монитор соотношением 32 на девять пока еще редкий и не сильно популярный да и почти всегда свои и матрицей предназначен больше для игр чем для работы вот только не всегда сами игры предназначены для такого монитора подключать его нужно через дисплей порт или hdmi версии 21 видеокарта должна тащить 4к разрешения точнее два раза по 2к а также нужно заранее прикинуть куда поставить такой монитор ультравайт пока еще экзотика для геймеров энтузиастов пока а